Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Какой мужчине подходит эмоционально женщине по темпераменту холерик, чтобы отношения были гармоничные и равноправные, без конфликтов? Ну, наверное, отношения без конфликтов не бывают, потому что все люди так или иначе притираются друг к другу, все люди так или иначе знают друг друга, вот, и, наверное, говорить о том, что вот можно выстроить отношения какие-то, да, без конфликтов, ну, наверное, говорить об этом мы не можем, мы не можем об этом говорить, потому что это было бы, ну, с моей точки зрения, это было бы ошибкой, вот. И это было бы, ну, опять же, вот, с моей точки зрения, это было бы некая такая история, да, некая такая вот вещь, когда мы идеализируем отношения. Когда мы говорим, что, ну, вот, есть какая-то вот хорошая страна, вот, есть какая-то очень классная, крутая страна, мы говорим, вот, и мы говорим о том, что, значит, ну, вот, что есть некие какие-то вот идеальные отношения, да, вот, идеальные отношения не бывают, в принципе, не бывают идеальных отношений, вот, поэтому конфликты, это нормально. Другой вопрос, а, как, а, люди, например, Эти конфликты разрешают, что-то, вот, могут ли люди, а, ну, как-то разрешать эти конфликты, которые, ну, у них есть, да. И вот это вот очень интересный момент, потому что, если навык поведения в конфликтных ситуациях есть, то это уже, в принципе, ну, по сути, решение проблем, вот, если навыка, вот, навыка решения проблем нет, то есть навыка, ну, навыка нахождения в конфликтных ситуациях нет, вот, то это проблема и необходимый навык учиться, вот. Что вы, по сути, пытаетесь, например, сказать сейчас? Вы, на мой взгляд, пытаетесь сказать сейчас, что есть для вас, есть для вас, скажем так, идеальный, мужчина, например, который вам придет, вот. Ну, вот, я могу сказать, что такого идеального мужчины, да, его, ну, вот, скорее, скорее не существует, с чем он существует, вот, потому что в эмоциональном состоянии люди могут находиться в себе без исключения, в каком-то эмоциональном состоянии, когда они, ну, себя не очень хорошо воспринимают и слышат, когда они, как-то, вот, к себе относятся, ну, так, вот, неучим образом и так далее. На самом деле, мне кажется, что ваш человек, это человек, который, или все, с которым вам комфортно, вот. То есть, мне кажется, что ваш, о, ваш человек, это человек, с которым вам хорошо. Это человек, с которым вам легко, это человек, с которым вам легко, это человек, с которым вы чувствуете, ну, вот, скорее, такое расширение, да, оно, вот, психологическое, нежели чем совершенно, с которым у вас, ну, я бы сказал, достаточное количество, общего, есть, тоже такой очень важный момент, то есть, если между вами, и человеком, есть, общая, общая, общая цель, общая цель, общая, общая, ну, какая-то, вот, общая направленность, да, вот, если вот это все есть, что вам с таким человеком, ну, вот, скорее всего, будет легко, вам с таким человеком, скорее всего, будет хорошо, вот. Вот, и напротив, если вот ничего такого нет, вот, то в каком случае, ну, вам, скорее всего, будет с таким человеком, тяжело, больно и трудно, вот. И, правда, заключается в том, что, в принципе, ну, вот, узнать, понять, каким может быть этот человек, вот, невозможно. Пока вы, вот, с этим не столкнетесь, с человеком. И здесь очень многое зависит от того, насколько вы открыты, к опыту, что я имею в виду, вот, к своему опыту, да, вот, насколько вы открыты, к своим переживаниям, к своим эмоциям, да, к своим чувствам, вот, насколько вы открыты к этому, к этому. К этим вещам, если вы открыты, то, я думаю, что вы получаете для себя, вот, ну, возможность, эм, быть собой, возможность, эм, быть собой, возможность, эм, быть собой. Выстраивать отношения и так далее. Вот. И если вы к опыту своему закрыты, если вы закрыты к своим переживаниям, то и отношения вам будет сложно выстраивать. Вот. Вот. Ну, к сожалению, к сожалению, к большому, к сожалению, к большому. Вот. Вот. Такая, пожалуй, здесь история. Вот. 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 Поэтому, мне кажется, что, чем естественнее вы себя будете листи, чем, вот, например, вы лучше научитесь, эм, ну, как-то замечать, да, в свои, например, эм, допустим, эм, ну, свои эмоции, вот, чем лучше вы это будете делать, чем естественнее вы будете себя вести, тем вам будет, эм, эм, легче, эм, выстраивать, эм, именно, вот, отношения. Вот. Вот. Тем легче вам будет это делать, тем легче вам будет, эм, находиться в отношениях. Вот. И, как бы, бояться, например, тех же конфликтов, вы не будете избегать их. Вот. Они, для вас, эти конфликты, а, вполне могут, эм, стать, эм, ресурсами. Понимаете, да. Вот. То есть, они, для вас, вполне могут стать, стать именно ресурсами. Вот. Ну, для этого просто, эм, для этого просто, эм, необходимо развивать, эм, внимательность к, эм, себе. Вот. А, для этого нужно, эм, просто, эм, так сказать, вот, знаете, эм, культивировать, эм, ну, принятие себя. Вот. И, оправственно, оправственно себя. Вот. А, я так, вот, эм, презреваю, что вы сталкивались с эм, негативом. Вы сталкивались с эм, с неудачами в эм, отношениях. Вы сталкивались с эм, значит, ну, с какими-то вот деструкциями, скажем так. Вот. И теперь вы хотите, эм, ну, значит, себя как-то обезопасить. Вот. Вы хотите себя обезопасить. Эм, по итогу, привело вас, вот, как-то вот к эм, тому, что вы, эм, эм, ну, пытаетесь, эс, 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 сейчас подобрать себе э эм, э эм, идеальный мужчина. То есть вы делаете это из, ну вот, из таких вот чувств скорее всего, ну таких вот достаточно получается, я бы сказал, ну негативных. Ну вот, понимаете, да, какая штука. И поймите в этом смысле, ну поймите пожалуйста в этом смысле, что ничего хорошего виду это не получится, ну как бы для вас в смысле. Потому что, ну вы не будете с собой в отношениях такого рода. Вот, к сожалению, к сожалению. Опять же повторю, да, к сожалению. Вот, поэтому, тут, тут, тут вот, такая вот, ваше собственное, допустим, ваше собственное психоэмоциональное предотвращение, вот, какая-то проблематика. Вот, она просто вот может приводить к тому, что вам хочется контролировать процесс выстраивания отношений. Вот, именно вот хочется контролировать. Ну а это прямой путь к тому, чтобы не быть счастливой в отношениях. Вот, потому что там, где контроль, там нет свободы, нет эмоциональности какой-то, нет естественности и так далее. Вот, ну вот вы говорите о том, что вы эмоциональности. Вот. Вот. Но, опять же очень интересный момент. Как мне кажется, заключается в том, что вы понимаете про мациональности. И как вы сами вот к ней, к своей мациональности относитесь. Вот. Ну то есть вот как вы воспринимаете. Свою эмоциональность. Может быть эмоциональность верса. Это не совсем эмоциональность. Может быть там что-то другое. Может быть там не только ваш такой темперамент. Может быть там какая-то вот проблематика. Может быть там какая-то конфликтность. Может быть там страхи. Может быть там что-то еще такое. Да? Вот. То есть тут вот, как мне кажется, к самой эмоциональности нужно посмотреть. Скажем так. Вот. 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 Поэтому отношения это, ну в смысле выстраивание отношения, да? это не игра какая-то в шахматы. шахматы. Вот это не попытка подобрать человека какого-то идеального, например, подходящего вам. То есть это вот немножко не та тенденция, как мне видится. Это не та тенденция. Та тенденция это когда вы прислушиваетесь к себе и просто смотрите на то, что вы хотите, допустим, для человека. Примерно туда. Вот я думаю, что примерно в таком ключе вам можно ответить. Просто вас можно научить выражать себя. Можно научить проявлять себя. Можно научить слышать себя. И тогда тот человек, с которым вам на самом деле будет хорошо, он обязательно себя проявит. И все будет происходить само собой, без каких-то усилий, грубо говоря, с вашей стороны. То есть не уходите, пожалуйста, по возможности в какую-то механическую, да? В какой-то механический подбор по партнеру. Потому что вам с этим, вам с этим человеком жить. Да и... Наверное, не один. И... Наверное... Ну, наверное... Наверное, было бы хорошо. Если бы с этим человеком вам максимально не пришлось бы играть роли. Вот. Чтобы вам максимально было бы хорошо. Комфортно, удобно. Вот. Понимаете? Вот такой момент. Здесь, ну, опять же, со своей стороны я могу предложить вам. Я, правда, не знаю, хотите ли вы с этим разбираться или нет. Я, правда, не знаю, как вы относитесь к этому в целом. Вот. То есть, ну, как-то вот... Согласны вы, не согласны я сам, грубо говоря, этим заниматься. Вот. Вот. То есть, я не веду разбираться себе. Вот. Ну, тем не менее. Вот. Такой. Ответ. Я могу вам сейчас предложить. То есть, ну, вот, с точки... С точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. А, значит... Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Вот. Я надеюсь, что, когда вы прослушаете мой ответ, вы дадите обратную связь. Некоторую. Вот. Это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам начать двигаться куда-то, начать двигаться вперед. Вот. Всего вам самого хорошего. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok